На этой неделе школа закрыта. В помещениях проводят дезинфекцию. В некоторых детских садах работают дежурные группы. А там, где дошкольные учреждения закрыты полностью, проходят все противоападемологические мероприятия. Тему продолжит наш корреспондент. В то время, пока дети на каникулах, сотрудники школы дезинфицируют ручки дверей, стекла, перила, лестниц. Особое внимание уделяют учебным классам, где в основном проводят свое время школьники. Обрабатывают парты, поверхности. К ним дети прикасаются чаще всего. На сегодняшний период дезинфекция происходит дезинфицирующими средствами вирулогического характера. В период, когда у нас был образовательный процесс, у нас была плановая дезинфекция. Она проходила раз в три часа. Было проветривание помещений. На каникулах школьники не сидят без дела. Учителя дали задание, чтобы они были готовы к предстоящему дистанционному обучению. Ведь в это время детей требуется большая организованность и концентрация внимания. Мы стараемся не выпускать школьный курс и занимаемся дистанционно. Очень повезло, что сейчас в интернете полно возможностей обучаться на бесплатных платформах. Было бы желание. На контроле учителей ученики девятых и одиннадцатых классов. Хоть сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ перенесены на 8 июня для выпускников, на 9 июня для девятиклассников, программа дистанционного обучения более усложненная. А что касается детских садов, в областной столице открыто несколько дежурных групп. Организованы они только в соответствии с заявлением родителей, которые являются работниками организации, указанных в указе президента от 25 марта номер 206. Вот для этих категорий сотрудников организованы у нас группы. На сегодняшний день в городе работает пять детских садов с организацией дежурных групп. В детских садах, где работают дежурные группы, медики постоянно наблюдают за состоянием здоровья каждого ребенка. Остальные дети находятся вместе с родителями дома.